Компания «Лукоил» выделит дополнительные средства на реализацию социальных проектов в Самарской области через благотворительный фонд содействия. Соответствующее соглашение подписали первый вице-губернатор, председатель правительства региона Виктор Кудряшов и президент нефтяной компании Вагит Аликперов. Сегодня предприятия «Лукоила» ведут добычу нефти на 79 месторождениях в 9 муниципальных районах Самарского региона, обеспечивая занятость жителей и перечисляя налоги в бюджеты всех уровней. Наши отношения регламентируются теми соглашениями, которые мы подписываем на среднесрочный период времени, теми протоколами, которые мы подписываем ежегодно. Сейчас готовится очередной протокол на 2020 год, и я надеюсь, что там войдут все те проекты, которые сегодня важны для губернии. Мы находим конструктивные отношения, и вы знаете, вокруг компании «Лукоил» никогда не было скандальных историй на территории Самарской области. Это, конечно, заслуга губернатора и администрации. Вагит Олег Перов отметил, что компания готова активно инвестировать средства в наращивание ресурсной базы, чтобы в дальнейшем увеличивать объемы добычи нефти, которые сегодня держатся на уровне 2 миллионов тонн ежегодно. Наше партнерство, которое продолжается уже много лет, оно для нас очень важно. Компания очень сильная, компания инновационная, динамично развивающаяся. Компания, которая никогда еще не нарушила ни одно свое обязательство и замечательно выполняет производственные показатели, оказывает огромное содействие в решении социальных вопросов. Уже несколько спортивных комплексов появилось на территории региона. Ежегодно вводится в эксплуатацию после капитального ремонта большое количество домов культуры. Финансируется детский спорт. В рамках обсуждения новых направлений сотрудничества стороны договорились об участии Лукойла в реализации федеральной программы комплексное развитие сельских территорий. Тем временем в Самарском академическом театре оперы и балета подвели итоги ежегодного конкурса социальных и культурных проектов компании. Традиционно выбрали победителей в трех номинациях – экология, спорт, духовность и культура. Отметим, за пять лет в конкурсе Лукойла приняли участие более двух тысяч проектов. 350 из них стали победителями, а общий грантовый фонд конкурса составил 75 миллионов рублей.